Говорят, что глупых вопросов не бывает, но все же, учителя, вспомните самый дебильный вопрос, который задал вам ученик. Однажды во время урока литературы мы говорили о биографии писателя, который умер от туберкулеза. Так вот, один ученик спросил, кто такой туберкулез и зачем он его убил. Весь класс дико угорал, а учитель даже вроде пять ему поставил. На уроке географии в девятом классе я у учеников спросила, что они знают о бледняковом периоде. Так один выдал на полном серьезе. Ну, это разве не мультфильм, где белка бегает за орехом? Урок истории. Учитель. Почему холодную войну назвали холодной? Ученик. Потому что она началась зимой. Учитель ржал больше всех. У нас на уроке истории тема французской революции и наполеоновские войны. Один чувак втыкал в телефон весь урок, и учитель решил жестко его пранкануть. Учитель. Итак, имя ученика. Кто такой Наполеон и Бонапарт, и почему они сражались друг против друга? Ученик. Эээ, ну, Наполеон, но это он вроде эээ. Учитель. Хорошо, даю подсказку. Кто из них был французом, а кто россиянином? Ученик. Ну, Наполеон, он же француз. Получается, Бонапарт тогда россиянин? Учитель. Так, продолжай. Ученик. Ну, они, получается, сражались друг против друга. Бонапарт, он же его братом был. Вот и вообще они поссорились. И Бонапарт уехал в Россию. Потом они сражались. Весь класс просто угорал. Ноги подыгрывали учителю. Ржали всем селом, в общем. А отличников затыкали на первых же секундах, чтоб прикол продолжался. Учитель угорнул больше всех. Одноклассник однажды на уроке сказал, подождите, а Иисус и Христос это один человек? Это было в восьмом классе, а в девятом классе одноклассник спросил меня, где находится Немеция. Он говорил про Германию. Один парень доказывал преподу по обществознанию, что коммунизм это умение налаживать связи. Он, видимо, перепутал с коммуникабельностью. Я смеялся не с вопросов, а скорее с ответов. Работаю репетитором. Был урок физики. Я спросил у ученицы, в чем измеряется энергия. И она такая, 180 минут? Я умер. Моя одноклассница на биологии в восьмом классе как-то спросила, на каком этапе эволюции люди поняли, как им размножаться. Этим учеником была я. Когда мы проходили на биологии кровеносную систему, я спросила у учителя, почему вены синие, но кровь в них красная. Учитель не только не ответил на мой вопрос, но еще и высмеял меня. Весь класс смеялся надо мной, а я была готова разреветься от стыда. А ведь мне просто было интересно. Середина девятого класса. Полтора года изучения химии. Одноклассник во время решения химического уравнения спрашивает. Я все понять не могу, как вы из буквы цифры получаете? Это был одиннадцатый класс. Мы сидели на уроке географии и писали самостоятельную работу. Нужно было найти определенные страны на карте. Ко мне поворачивается моя одноклассница и спрашивают. Саша, ведь Америка здесь? И тычут на континент Африка. У нас каждый год нужно сделать какую-нибудь исследовательскую работу. Когда я была во втором или первом классе, я пошла на представление этих работ. Один мальчик сделал работу про фонтаны. У нас также есть возможность задать несколько вопросов после работы. Ну и вот все задают нормальные вопросы, и я тут выдаю. А если бросить монетку в фонтан, то желание сбудется? И если да, то через сколько? Все смеялись, а я не понимала почему. В третьем классе на одном из моих уроков была затронута тема Великой Отечественной войны. Я вдруг спросила, а что делали другие страны, пока мы воевали с Германией? Класс жестко ржал. Однажды моя одноклассница на уроке русского на полном серьезе спросила, а Гитлер русский? Она долго не могла понять, почему весь класс во главе с учителем ржет. В начальных классах я спросила у мамы, мам, а учителя пукают? Когда были маленькие с братом, с нами водилась моя старенькая бабушка. У нее было доброе морщинистое лицо. Так вот, однажды состоялся такой диалог. Баба, я хочу тебе вопрос задать, но не буду этого делать. Ну ладно уж, раз начала, задавай. Не, не буду. Думаю, вдруг ругаться начнет. Ну задавай. Ну ладно, баба, а у стариков задница такая же морщинистая, как и лицо или гладко? Бабушка так и не ответила на этот вопрос. Она так хохотала. У нас как-то на уроке географии в шестом классе одна ученица спросила, а почему к нам из Франции приезжают только французы? Французи, это что, столица? Мы, конечно, ржали, но мы боялись у нее спросить, рофлит она или нет. Мы боялись услышать ответ нет. В моей школе с переходом в десятый класс мы пережили слияние параллелей. До девятого класса были обычные и, как мне тогда казалось, абсолютно одинаковые А и Б. С делением на две подгруппы, экономическое направление и общеобразовательное. В экономическое направление засунули отличников-хорошистов. Плюс у нас были отдельные уроки по экономике и смежным с ней предметам, которые занимали приличный объем учебных часов, около третья. Так как 9 лет мы учились в разных классах и нигде особо не пересекались, никто не знал о возможностях и знаниях ребят из параллели. Но все могли оценить друг друга по отношению учителей, преподававших ранее только у одной из параллелей. И вот со всей этой предысторией было очень страшно слышать, как на уроке экономики одна из лучших учениц параллели на полном серьезе задала вопрос, а почему государство просто не может напечатать столько денег, чтобы хватило всем и мы все бы круто жили. На секунду девочка не шутила и учиться далее собиралась на экономиста. Еще страшнее стало после того, как посмеялись ее вопроса лишь несколько человек из моей параллели и учитель. Ее половина класса не просто не смеялась, они действительно ждали ответ учителя на этот вопрос. На уроке музыки проходили с учениками тему масленица. И так как я практикантка, учитель попросил меня провести в конце урока проверочную работу по этой теме. Когда я сообщил об этом ученикам, то один из них задал вопрос, а почему вы нам раздаете контрольные, а не блины? Мой одноклассник, когда на уроке в пятом классе упомянули о движении земли, и он такой, в смысле мы движемся? На минуточку он считался одним из самых умных в классе. Я в девятом классе, сидим на биологии, проходим тело человека. Одноклассник с не очень хорошими оценками, три в периоде, так сказать, спрашивают у учительницы. А в чем разница между яичниками и яичком? Ржали все и громко. Восьмой класс, физика. Тот же одноклассник, что и с историей выше. Пишем формулы, решаем задачи. Учительница пишет. Ответ 10 ньютонов. Одноклассник сразу задает вопрос. А, так N это ньютон? Мы изучали эту тему третий урок. История из класса моей сестренки. Однажды на уроке истории один из ее одноклассников задал один тупой вопрос и очень серьезно. Была тема про Чингисхана. Так вот, он спросил у учителя. А правда, что у Чингисхана было три яйца? Весь класс просто засмеялся. Учитель вообще был в шоке от такого вопроса и просто ответил. Нет, ты что, дурак что ли? Когда мне сестренка рассказывала, я смеялась от души. У нас рядом со школой есть завод силикатного кирпича, работу которого иногда очень хорошо слышно. Однажды наша учительница обратила на это внимание, на что один из моих одноклов на полном серьезе спросил. А что, кирпичи прямо из силикона делаются? Восьмой класс. Херово в этот момент стало всем. Был момент в седьмом классе. Класс делился на умных и тупых. Я, конечно же, хоть и была отличницей, но сидела я в банде дебилов. Посадили меня возле парнишки, который был довольно умным и неплохо учился. Вот и настал момент русского языка. Проходит 15 минут урока и он дергает меня за волосы. Он так меня позвал. Ну а я, так как была спокойной девочкой, повернулась к нему и он задает мне вопрос. А буква Р гласная или согласная? Напоминаю, седьмой класс. Через пару секунд об этом узнал весь класс и мы все вместе неслабо посмеялись над этой ситуацией. Парень, что задал вопрос, тоже. Отныне я всегда с ним сижу. Когда я проходила практику в школе, ученик девятого класса на вопрос, из чего состоит спиной мозг, ответил. Из кальция. При этом у него были хорошие оценки. Первые пару секунд у меня была эмоция «рука-лицо». Класс угорал. После чего пришлось объяснить, где именно располагается спиной мозг. Моя дочь 15 лет. Перепутала, а может реально не знает, Чуковского с Чайковским. Сказала, Чайковский писал стихи. Ага. А Пушкин читал рэп. Хотя Чайковский и увлекался стихами. Все равно он больше известен в другом направлении. Если ты читаешь, я просто люблю тебя. На четвертом курсе химфака одна девушка на полном серьезе сказала, что пара Цельс сделал философский камень и превращал различные металлы в золото. Это был девятый класс. Нашу одноклассницу, которая вообще никак ничего, по приколу вызвала к доске учитель. Это был урок информатики. Эта самая ученица пытается решить задачу. Мы ржем. За нее все делает учитель. И там был один пример. 2 умножить на 2. Она его решила только после того, как ей сказали, что 2 умножить на 2 это 2 плюс 2. Много забавных историй с ней было. Мы с другом зовем ее физиком-ядерщиком. На первом курсе колледжа моя одногруппница на карте не могла найти Россию. В другой день она попросила таблетку от головы. А когда дали, она спросила, а она диетическая? Другие одногруппницы искали на карте Азию в Африке. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok